Здравствуйте! Вы на канале Зеленые Питомцы. И сегодня я хочу вам показать свою новую аспидистру. Я давно хотела именно такую в коллекцию. У нее коротенькие черешки и крупные, широкие, темно-зеленые листики. Получается, она растет таким приземистым, пышным кустиком. У меня есть еще два сорта аспидистры. Это варикатная, вот такая стройная барышня на длинных черешках, более узкие листики, только варикатность у нее слабовыраженная. Покупала этот куст прошлым летом, она была замученная, за ней прошлые хозяева не ухаживали, росла на улице, в тесном горшке, да еще и в глинистом грунте. И на зиму ее домой тоже не заносили. В общем, я ее забрала себе, пересадила, и за то время, что она живет у меня, она выпустила вот такие красивые листики. Вот этих два, этот, и вот этот маленький. Еще у меня живет аспидистра Милки Вэй. У нее очень интересный окрас, на темно-зеленом фоне, вкрапление молочного цвета. Я ее купила почти полгода назад, но, к сожалению, за это время она не выпустила ни одного нового листика. Так и стоит, и я думаю, что это она пока наращивает корневую. Теперь, что касается новенькой, она нуждается в срочной пересадке. Горшок деформирован в форме овала, у аспидистры очень мощная корневая, и она может разорвать горшок, если очень тесно. Но, конечно же, до такого состояния лучше не доводить, потому что непрежность к растению сказывается на ее внешнем виде. Листики местами начинают желтеть, видно, что уходы не очень нравятся, но, несмотря на это, она живет, хочет наращивать листву, и к тому же я вижу очень много сухих цветков. Зимой она активно цвела, и это еще раз доказывает, что аспидистры очень выносливые и жизнелюбивые. Поэтому сейчас я ее срочно пересаживаю в горшочек побольше, достаю, осторожно отряхиваю старого грунта, так, чтобы сильно не травмировать корни, они и так страдают, и буду сажать в обычный универсальный покупной субстрат. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поэтому я решила ее полностью вымыть. Для начала замочила на 10 минут, а потом промыла под проточной водой. Вижу, что тот горшочек, в который я планировала ее пересаживать, будет тоже маловат, поэтому я взяла еще больше. Вот так. 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 вот так.